Снегурочка Сэмми, а ты чем занят? Можно я тебе свою роль передам? Нет, мой лорд, у меня куча дел. Ой, извините, у меня печенье подгорают и молоко убегает. Эх, Сэмми, железная у тебя отмазка. Борис, а почему Снегурочкой магман не может быть? Смотри, у него шарфик голубенький уже есть. У него корона в кружке тонет. А, Анти? Он слишком серьезен для такой роли. А, Хаджи? Он слишком несерьезен для такой роли. А ты? А я рожей не вышел. А, 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 Кол? Кол почему не может быть Снегурочкой? Ты сейчас пошутил? С моим голосом только гопников играть или больных ангиной. Я буду Дедом Морозом. А ну-ка, зацени. Хоу-хоу-хоу, детишки. Кто себя хорошо вел в этом году? Кто маме помогал мыть посуду и убирать в доме? Кто делает уроки, а не сидит в Ютубе и ВКонтакте? Кто учится на одни пятерки? О, хо-хо, вижу, у нас таких нет. Нет. Ну что ж, тогда вы пролетаете все конфеты и мандаринки скушает Дедушка Мороз. Хоу-хоу-хоу. Ага, сейчас. Ты тоже маме Сэмми не помогал, на пятерке не учился и в Ютубе сидишь. Так что, рейдерчи, май френд, пролетаешь ты с мандаринками. О, хо-хоу, кто тут Дедушка Мороза обижает? Злые вы, уйду я от вас. Нет-нет-нет, подожди, Дедушка, не уходи. Ты мне еще печеньку должен дать. А ты стишок выучил для Дедушки Мороза? Ну, конечно, конечно, Дедушка Мороз, слушай. Я, балбес, с березы слез. Давай, гони печеньку. Эй, нет, а совсем никуда не годится, внучок. Ну что ж, ты такой бестолковый. А ну-ка, давай другой стишок. Ну ладно, ладно, Дедушка, сейчас, сейчас. Я только в памяти покопаюсь. О, вспомнил. Я, Бенди, демон исчернил. Меня сам Митли сотворил. И друг мой, Борис, исчернил. Колисе в лапы угодил. И Сэмми тоже исчернил. Он слишком много водки пил. Ну, с последней рифмой, извини, я ничего придумать другого не мог. Ну ладно, ладно, заслужил. Держи печеньку, молодец. Ой, спасибо, Дедушка Мороз. Кстати, внученька моя, где же наши гости? Где же хоровод? Какая я тебе внученька? Ты чё, Кол? Ну как какая? Ну ты же Снегурочку у нас играть будешь. А, точно, я совсем забыла. Вот позорище. Нет, я сейчас найду себе замену. Сейчас я найду, подождите. О, Борис, слушай, а твоя подружка не может вместо меня Снегурочкой побыть? Э, Бенди, отстань от моей подружки. У неё своих дел хватает, ещё тут Снегурочками наряжаться. Борис, ну давай всё-таки ты будешь. Нет, я вообще в домике. А, в домике он. Да не домик, это карандаши просто так лежат. Хочешь поспорить? Да ладно, ладно, не буду я с тобой спорить. Слушай, ну а Норман не может меня подменить? Ну какой Норман? Ну Норман у нас праздник будет снимать, ему некогда тебя подменять. А, точно. О, слушай, а Вару может меня подменить? Да он сказал скорее застрелиться, чем будет Снегурочкой. Ай, боже мой, ну что же, ну совсем никого нет. О, а Ангел Ред меня не подменит. О, сейчас. Она сказала за год, нарисовала вам целых две книги рисунков, сказала, всё, забила я на вас, отдыхать буду. Вот я реально балбес, берёзы слез. У нас же Алиса есть, она же идеальная Снегурочка. У неё красивая фигурочка. И с головой у неё всё в порядке, корона никуда оттонуть не будет. Ну, Ним, правда, придётся ей вырвать из башки. Ой, а где грим подправить? Она же у нас красавица, идеальная Снегурочка. Борис, я сказал красавица, где её красивые фотографии? Да нет, ну тут она тоже страшненькая, давай красивую поищи. О, ну вот тебе красивые фотографии. Ну вот, другое дело, смотри, она же идеальная Снегурочка. Почему не она у нас Снегурочка? Она сказала, что на скалам будет весь Новый год танцевать. Сказала, не будет она никакой Снегурочкой. Ну вот, все как всегда гулять, а Бенди работай. Ну ладно, работать так работать. Кстати, кто-то там в комментариях просил минутку Капхеда. Ловите минутку Капхеда. О-о-о, подождите, ещё один рисуночек. Забыли чашкоголовых и гвоздичку Кегни. Хотя на гвоздичку он совсем не похож, больше на ромашку смахивает. А теперь при помощи этой волшебной палочки я перенесу нас из мира фарфора в мир пони и другой непонятной живности. Селфи втроём, я, Бенди и нож. Понизация Кола в зимнем лесу. Я мило улыбнулся, а она почему-то испугалась и плачет. Странная пони. Дракон, не дракон по имени Кахол или Коксол с набором запасных частей на случай поломки. Хочу обнимашек от Кола, Лиза опять меня обижает. Мы уже выехали за Лизой, не переживай. Клайн с потрясным хвостом и магией, которая его убивает, а также с модной жилеткой. Очень сильно потолстевший Оутер зажигает новогодние звёзды и делает наш выпуск чуточку красивее. Следом идёт постаревшая Селена, у которой от пластических операций уже не открываются глаза. Хитро улыбающийся Астер подозрительно на нас поглядывает. Он явно что-то задумал. Лолвид, сестра Бенди, любит всех. Характер хороший и анти на заднем плане. Кошечка с большими ушами, любящая Бориса и со странной шляпкой на лбу. Никто не хочет задавать мне вопросы, меня никто не любит. Я задам тебе вопрос, что ты будешь делать на Новый год? А вот Таня и Елена будут на Новый год с мамой и с чьим-то братом. И у него есть огромный мешок подарков. Надеюсь, он с нами поделится. Блейми, сумасшедший учёный, любит сыр и ненавидит Бориса. За что, интересно, его можно ненавидеть? Бонс любит, очень любит с Алисой. Что это он с Алисой любит? А, наверное, мороженое есть. 15-летний Ит, лучший друг Сэмми Лоуренса. Наконец-то у Сэмми появился друг, будет кому картошку чистить. Всё, что я смог прочитать, это её имя, Бенди. И она влюблена в Сэднеса. И то это не точно. Хуманизация нашей мамки чернильной машины, она очень сильно похожа на Алису. Эй, ты тряпка, сражайся лицом к лицу, я пацифист, кричит тряпкой, продолжает делать ноги в неизвестном направлении. Эта пони увидела Филиппа Киркорова без грима. Теперь ей уже ничем не поможешь, медицина тут бессильна. Алиса-кошка с телом от пони и огромнейшим хвостом. Санс-осьминог, или я не знаю, как эта вселенная называется. Фокси, просто Фокси в красивых семейных труселях. Я немного проголдался и решил перекусить проходившим мимо мальчиком. Ничего удивительного, всего лишь рисунок ребёнка. Лучшая отмазка от роли Снегурочки, это прикинуться фонтаном. Хотя какие фонтаны зимой, пролетаю походу. Сиамские близнецы Пип и Дот, жуткое зрелище. Хотя без улыбок они выглядят довольно милыми. Беннер 25 лет в стильных штанах со стрелками и потерянным взглядом. Экми неаккуратный брат Бенди из команды Лунатики. Умеет стрелять чернилами. Привет, ребята, у нас новые вещи. Привет, Ютуб, говорю я. Да, давно не виделись. Какой-то паразит обидел беззащитного Фелл Санса. Папс по-любому уже выехал, держись, бро. Несколько знаменитостей в одном фото. Рыба-мутант, единорог, демон. Девочка Буратино и еще пара Миссис Икс. Опаньки, а тут драка походу намечается. Третий явно лишний. Растолстевший я спасаю внутренности Бориса от Алисы. Ай да я, ай да чернильный сын. Очень серьезная Сакура с ножом и парой мечей под волосами. Не удивлюсь, если у него под бантом еще пара гранат найдется. Айс, айс Бенди. Тут такой красивый, снежинка голубой, с синими крыльями. А здесь он на уроке ОБЖ, да. Глаз он себе где-то потерял. Это Рон, попавший в больницу, но с ним все хорошо. Он сказал, что он жив, и вон там живность его рядом бегает. И у него появился красивый свитер, и теперь он очень модно выглядит. Кода чернильный демон с двумя хвостами, бинтами и стильным оранжевым галстуком. О, Бенди, ты что тут еще сидишь? Ну, конечно, сижу, а куда мне деваться? Вот, видишь, рисунки комментирую. У тебя язык еще не отсох, я думал, тут никого нет. Ну, как никого нет, я сижу вот, и Эдна тоже со мной. И юбка еще моя розовая, мы все тут сидим. А вот еще хуманизация компьютера. Видишь, какая красивая, такой помятый немного уже компьютер. И вот котов, смотри, целая куча котов. Я, мы все здесь. А куда Кол подевался? О, кстати, да, куда Кол подевался? А ну-ка, давай, тащи его сюда, сейчас тут критика скоро его начнется. Мой лорд. Ой, Сэмми нарисовался, вы откуда все взялись? То все бросили меня, то пришли. Что тебе, Сэмми? Я хотел пожаловаться, мне крысы маску испортили, обгрызли. А, а я тебе говорил, мне чего кормить крыс. А ты, бедненький, несчастненький, серые существа. У нас одно серое существо несчастное, это Кол, которого тапками кидают все время. А ты крыс тут подкармливаешь. Ну, я не думал, что они сожрут мою маску. Эх, ты не думал, так думать надо было, Сэмми. Или маску куда-нибудь повыше убирать, а потом крыс уже подкармливать. Ну, ладно, ты не переживай, Сэмми, мы тебе на Новый год новую подарим. Борис, ну что там, Кол идет? Ой, да не знаю, вон он на диване дрыхнет. Как это дрыхнет? А ну-ка, пни его там. А, не хочу, самого пинай. Кол, а ну-ка вставай, просыпайся. Кол, просыпайся, твою медь. Ну, что тебе надо, сейчас башку отрублю. Ты что, с ума сошел? Пять утра. Какие пять утра, Кол? Это пять вечера, очнись. О, блин, не дают поспать. Ну, что там случилось? Ну, как что, критики от тебя ждут. А, я ж забыл, ну да, давай, иди отсюда, освободи микрофон. Кто тут у нас сегодня на первом месте будет? Так, Бенди, унесенный ветром, неплохо. Можно было окружающую среду еще добавить. Пони с шеей и сразу переходящие в ухо. Ну, как-то ухо по-другому надо нарисовать. Катеринка, почему Катеринка не раскрашена, ай-яй-яй. Я нормальный шизофреник, и ты бесполезен. Отличные шизофреничные рисунки. Осталось раскрасить, приклеить магнитик и на холодильник. Встал такой охоба, у тебя тут куча мотиваторов, чтобы продолжать жить дальше. Бенди в странной юбке за кого-то переживает. Ну, ничего, бывает. В этом рисунке мне больше всего понравился Борис. Два квадратика, и оба, на физиономия Бориса получилась. Здесь немного непонятно, кого Ангел Ред обнимает. Что-то такое все спутанное, непонятное. Чуть-чуть поотчетче рисуйте. Чара наконец-то одела платье, и плюс ее фирменная улыбка выглядит просто супер. Критика от Алисы. Алиса, как всегда, ушла погулять. Надежда, ты стала рисовать намного лучше, я это заметил. Особенно вот этот Бенди мне очень понравился. Красиво так получилось у тебя. Я тоже получился неплохо, но я всегда у всех хорошо получаюсь. Лютику пора снимать бинты, он уже, по-моему, давно выздоровел. Анти всегда великолепен в своем белом цвете. Вот этот автор мне нравится, у него такой стиль необычный, очень красиво. Нурай сломала себе ноги. Зачем Нурай? Отличный вариант для тех, кто не умеет рисовать лица. Просто этикеточку на лоб, шлеп и готово. Опять-таки эти сломанные ноги. Почему их все так любят? Здесь я уже запутался, кто есть кто. Это, я так понимаю, Нурай. Почему у нее этикеточка Зефинита? Это здесь Нурай с Тоби или Тоби Нурай, господи. Ну, подпишите их кто-нибудь. Вот это я точно знаю, это Тоби должен был быть. Но он вроде как девочка, но говорит, что мальчик и при этом носит платье. В общем, все, мой мозг уже давно сломался. И я уже не понимаю, кто здесь из них кто. Но мне все-таки надо продолжать дальше. И вот это клоны БДС. Это я точно знаю, это клон БДС. А вот здесь, блин, это Зефинит, по-моему, играет со своим любимым клоном БДС. Это Тоби. Тоби, который вроде мальчик-девочка, это Нурай. Потому что у нее нимб, у Нурай всегда нимб. Это тоже, наверное, Нурай, только тут нимба нет. Красивый очень рисунок. О, Кол, я даже не знаю, сколько по робу, ведь ты сегодня в комментариях от Нурай получишь. Да за что? Ну, я реально запутался уже, кто из них кто. Ладно, ты иди не мешай, вот еще одну на критику. Ну, автор, тебе надо научиться рисовать поровнее линии. А Пеннивайс ничего такой симпатичный получился. Хаос с неопределенным характером, неопределенным возрастом женского пола. Красивый хаос, все замечательно. Я демон, подпишись, поставь лайк. Спасибо за совет, Мария. Алиса такая, ух, страшненькая Алиса с когтями. Кора симпатичная, похожа чем-то на стар, наверное, палочкой. Родвелл с белыми бровями, отлично выглядишь, Родвелл. Кол, ну все, тормози, твоя критика уже давно закончилась. Уже мои картинки пошли. Вот, видишь, я тут по ФНАФ попал. Сьюхи достали меня с ними шипить. Да шипьте на здоровье, я не переживаю. Это Катя Сивакова, автопортрет. А у нас дальше продолжаются комиксы. Привет, Бенди, а где Сэмми? Не знаю, Сэмми, ты где? Я внизу, мой лорд, под вами. А, вот ты где, колдуешь, паразит. Сэмми! Что, мой лорд? Дай мандаринок. Нет, дай мандаринок, кому говорю. Нет, мой лорд. А ну-ка, мандарины гони. Ладно, ладно, мой лорд, вот вам ящик, только не бейте. Сэднос, пошли кататься, у меня новый скейтборд. Окей. Ай, я руку не чувствую, Маш. Упс. Сэднос, тебе нельзя с ней общаться. Ну почему? Хм, ты должна съесть эту пиццу. А, ну я на диете. Ладно, я положу его вот сюда. Да он издевается. Операция спасения Катеринки начата. Клик-клак. Батюш, дай мне. Спасайте задницу. Что ж, а теперь пора валить. Сейчас будет Аллах-бабах. Ах, опять спит. Единственная моя. С ветром обрученная. Эй, тащите свои задницы сюда, нужна помощь. Так это же просто. Ты... Че ты сказала? А ну, повтори. Блин. Джо, а почему тебя не рисуют? Хм, а мне откуда знать? Потому что ты предатель. Бенди. Ну все, мне пора, я пошел. А ну-ка вернись, озвучь видео. Ты маленький ленивый демон. Нет, 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 нет. А ну вернись, а то твоя гора печенья и мандаринок уйдет навсегда. А, ну ладно. Ну а Ириску-то хоть можно взять? Нет, нельзя, я озвучиваю. Кол, да тут одна твоя критика. Давай иди сам работай. А, опять критика? Ну это разве можно критиковать? Это шедеврище. Супер автор, молодец. Берегись, Савва, я единственный демон хаоса на этом канале. Ну ладно, побережемся. Так, ну здесь я не знаю, что критиковать. Ну штриховочку поаккуратнее автора надо делать. Здесь неплохой рисунок, только так грубо как-то нарисовано, как будто пальчиком. Кол, гони критику быстро, быстро критику, отличные человечки, ты молодец. Милая девочка с глазками, пуговками и чересчур большой головой, на мой взгляд. Мишель, которой нравится Бенди, я милая, но ты милая, очень мило выглядишь. И помните, хороший рисунок, это рисунок горящий в огне. Еще один совет от Лассанса, все милое надо рисовать красиво. Жизнь явно меня не готовила к такому. Ничего страшного, мы подготовим. Кол, подвинься, меня тут Сэмми фоткает. А ну-ка. Ну как я там получился? Отлично, мой лорд, немного на кота похожи. Ну ничего страшного, я не расстроюсь. Меня кем уже только не рисовали, осталось только слоником нарисовать. Слоником это еще никто не рисовал. Эй, вы это самое, карандаши положите на место, это я так пошутил просто. Борис, иди, я тебя обниму. О, че это, в честь чего? Скоро Новый год будет, мой любимый праздник. Вот, кстати, сеструки нарисовали, смотри, какая красивая. О, правда красивая. А это кто? Если посмотреть на его челку, он на Гарри похож. Гарри почему-то перестали рисовать, хороший был мальчик. Автор, где ты там потерялся? Это наш канал весь нарисовали. Это я тут стою, лыбу давлю, как всегда. Вот сейчас будет фотография, где я кот. Вот этого кота нам уже 10 раз присылали. И хватит нам его присылать. О, здесь я такой красивый, анимешечка. Спасибо тебе, автор, молодец. И вот еще я тут в лего, в виде лего. Лего, и там вот юпочки у меня, смотрите, платьюшко даже есть. Ну все, ребята, а наш выпуск подходит к своему завершению. Не забываем рисовать новогодние рисуночки. И всем удачи, хорошего настроения. Всех люблю, обнимаю. Всем пока, ребятки. Наш канал поздравляет с днем рождения Дарью Кварталову, Полю Югалову, Полину Себенкову, Лизу Захарову, Диму Карасюка, Кирилла Волка, Надю Нестерову, Софию Чернилову, Ксюшу Лукину, Артема Коршева, Малу Киллер, Елену Дорофееву, Дарью Корхову, Владу Мазяр, Викторию Сахар, Ануара Ясмуханова, Аки Джимин, Иван Коте, Надежду Котик, Снежану Югай, Александру Сальникову поздравляем, Камилу Хафизову с днем рождения, Сашу Скелетон с днем рождения, Ольгу Древину, Братика Арины Гунгер, Елену Буренину поздравляем с днем рождения, Андайн Плей с днем рождения тебя, Лапртеса Насыпайка, Приветище тебе, Коля Самый Крутой Редька, Привет, Мария Марцинкевич, Приветик, Фэнтези Сильвер, Кайлона Снимой, Голый Ролл, приветик тебе, Андертейл, привет, Никита Иванов, приветик, Вика 1409, привет, Дай мне Бликер, Приветик тебе с обнимашечками, Ирати, приветик тебе огромный, Мрито, иди обниму, Олеся Каськова, обнимашечки, Анастасия Нян, приветик тебе, И всем пока, ребята! Надо радоваться, Не надо напрягаться, Надо радоваться, Не надо напрягаться, Ммм? Хорошо, Замечательно, Прелестно, Ммм?